Здравствуйте, друзья! Российские СМИ сообщают победную новость. Сторонникам ДНР в России удалось спасти от экстрадиции в Украину бывшего боевика ДНР, боевика батальона «Восток» Валентина Попова. Ситуация такая. Валентин Попов это гражданин Украины, то есть который в свое время пошел воевать за ДНР. В Украине он разыскивается. Украина подала его в Интерпол, в международный розыск. По запросу Интерпола Россия сначала его арестовала, готовила к выдаче в Украину, но благодаря вот этим сторонникам Новороссии, в частности Александру Бородаю, его организации «Союз добровольцев Донбасса» и другим таким же профессиональным новороссам, удалось, значит, убедить российский суд отказать в экстрадиции. И этого Валентина Попова не выдали в Украину, а оставили в России. И об этом, как о такой большой победе, что, мол, защитили своего, спасли, значит, рассказал российский телеканал «Царь и Град». Это довольно известные, да, довольно известные СМИ, которые поддерживают вот этих вот ДНРовцев, поддерживают Новороссию. И вот, например, сайт «Новороссинформ» об этом пишет, который тоже, как понятно из названия, соответственно, поддерживает боевиков. И тут вы видите, да, как даже в заголовках делается упор на то, что этого человека спасли от расправы украинских властей, что его дело вот якобы сугубо политическое и якобы разыскивали его в Украине именно за то, что он воевал за ДНР, против фашизма, против хунты и так далее. Но так ли это на самом деле? А этот вопрос легко выяснить. Достаточно просто загуглить личные данные этого боевика, и мы увидим, что он есть в базе МВД, действительно, среди тех людей, которые разыскиваются за совершение преступления. Как видите, здесь указана и статья, по которой этот человек разыскивается. Мы можем эту статью также загуглить и увидим, что это статья «Разбей», тобто «Разбой». Да, нападение с целью завладения чужим имуществом, статья часть четвертая в особо крупных размерах и так далее. То есть человек, попросту говоря, разбойник и бандит. Причем самое интересное начинается дальше, потому что если мы здесь посмотрим в этом досье, да, есть такое понятие, как дата зныкнания. То есть дата исчезновения, когда человека, собственно, объявили в розыск. И мы видим, что это дата 18.03.2014. То есть человека объявили в розыск еще до начала каких-либо боевых действий. Это середина марта, когда еще не было ни баррикад, ни блокпостов, не был даже еще захвачена областная администрация, там сидел губернатор Тарута. Естественно, не было ни Стрелкова, никого. То есть, по большому счету, не было боевых действий. И человек, который объявлен в розыск 18 марта, соответственно, никак не может разыскиваться за какие-то действия, которые он якобы совершил, да, уже в процессе, собственно, войны. Этот человек разыскивается конкретно за криминал. Причем надо понимать, что дата зныкнания, да, то есть дата исчезновения 18.03, а само преступление, естественно, было совершено раньше, чем его объявили в розыск. То есть, соответственно, речь идет о том, что человек вообще мог совершить свои вот эти разбойные нападения еще то ли в начале марта, то ли вообще зимой. Мы не знаем этих подробностей, но фишка в том, что его совершенно точно разыскивать стали еще до того, как, собственно, возникла вся эта ситуация, связанная с ДНР и боевыми действиями. В спасении этого украинского разбойника от экстрадиции в Украину активнейшее участие принимал Александр Борода и его организация «Союз добровольцев Донбасса», которая, как понятно из названия, защищает интересы вот этих ветеранов войны в Украине, да, российских боевиков. И эта организация, она в том числе направляла в суд ходатайство, вот такие характеристики этого человека, где выступал в его защиту. То это ходатайство, оно тоже достойно того, чтобы его процитировать. Во-первых, здесь есть такой замечательный абзац. Занимает активную гражданскую позицию, отстаивает интересы России на внешнеполитическом пространстве, как оказалось, этот человек. То есть ничего себе, да. У нас-то рассказывают, что это внутренний конфликт, что это гражданская война, а оказывается, боевики отстаивают интересы России на внешнеполитическом пространстве. То есть вот оно как. Вот. Но здесь есть еще одна интересная ситуация. Здесь написано, когда вот этот самый Попов Валентин Васильевич, 22.03.77 года рождения, собственно, принимал участие вот в этих военных действиях. И здесь точно указано, что с 16.05.2014 по 28.06.2014. То есть, во-первых, этот чувак повоевал-то всего месяц, да, и теперь-то он пользуется в России, он каким иммунитетом за это? То есть он месяц там где-то побегал с батальоном «Восток», а теперь его уже защищают, спасают от выдачи в Украину на основании того, что он политический. А во-вторых, четко указана дата, когда он присоединился к боевикам. 16.05. А в розыске в Украине этот человек находится с 18.03. То есть вполне очевидно, что его, скажем так, преступление, за которое он разыскивается, никак не связано с его пребыванием в этом батальоне «Восток», с его участием в боевых действиях. То есть имеем мы следующее. Был в Украине обычный преступник, обычный представитель криминального мира, который там кого-то убивал, кого-то грабил. Его объявили в розыск, и чтобы избежать ответственности, он присоединился к таким же точно, как он. То есть они сколотили целый банформирование, он к ним присоединился, и они под флагом борьбы за Новороссий и русский мир стали уже вместе, как говорится, заниматься тем же, чем этот человек занимался в миниатюре. То есть они стали заниматься этим целым батальоном «Восток». О, как хорошо, да, повезло человеку, тут ему, по нему тюрьма плакала, а тут он, окажется, мало того, что может дальше продолжать свои разбойные нападения, так он еще и теперь считается защитником Донбасса и героем русского мира. И он там месяц побегал с этими товарищами, потом его якобы контузило, как здесь написано. Но это тоже интересный вопрос, потому что контузия – это такая штука, это не увечья, да, контузия – это по факту ушиб. То есть действительно есть люди, которые после контузии, там, имеют серьезные проблемы со здоровьем, а есть такие, которые не имеют, но всю жизнь рассказывают, что они контужены. И, в общем, повоевав месяц, рассказав, что он контужен, этот человек уехал в Россию, там Россия ему обеспечивает теперь полнейший иммунитет от его абсолютно криминальных, разбойных действий, да, не связанных никак с политикой. И теперь этот человек сможет заниматься, в принципе, тем же самым, да, своим ремеслом в Российской Федерации. И знаете что? А я не испытываю ни малейшего сожаления по поводу того, что его сюда к нам не экстрадировали. Нам такие не нужны здесь в Украине, но экстрадировали бы его, и что? Отсидел бы он тут 10 лет, а потом бы вышел и продолжил бы заниматься своими разбойными нападениями, и еще бы и на выборах бы тут голосовал за какого-нибудь Медведчука. А так прекрасно, отправили от Реби в Россию, пускай там, в своей любимой России, живет и трудится, так сказать, на благо новой Родины. Поделитесь этим видео, пусть как можно больше людей знает, кто на самом деле воюет за эту самую Новороссию, и кого Россия покрывает, да, и кого Россия называет борцами за интересы России на внешнеполитической арене. А также подпишитесь на канал, это тоже очень важно. А если вам нравятся видео, которые я делаю, вы всегда можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые видите в описании к этому ролику.